Всем привет, с вами команда CarbToday и это небольшой такой блок мы решили записать, который будет называться «Отвечаем на вопросы». На нашем портале есть интересная рубрика, которая называется «Задай вопрос CarbToday», где вы можете задавать нам свои вопросы и мы будем делиться своими ответами. Это просто наш опыт, это не какая-то там панацея от всех бед, это наш опыт, которым мы просто поделимся, расскажем, а вы уже сами примите решение, используют наши ответы на практике или нет. Дорогие наши подписчики и коллеги по увлечению, давайте мы сейчас поработаем в режиме блиц-вопросов. Я буду читать вопросы, Антон будет отвечать нам на них короткими ответами. Итак, вопрос спросил у нас Андрей Алиференко. Очень интересный вопрос, который сейчас, наверное, многих интересует, задавая его нам. Как часто у вас сессия заканчивается с нулем, Антон? И каковы, по вашему мнению, причины низкой результативности? Спасибо, Андрей, за ваш замечательный вопрос. Что можно сказать на этот счет? Последние два года мы не знаем, что такое рыбалка с нулем. Все соревнования или все рыбалки, в которых мы принимаем участие, так или иначе заканчиваются для нас словом. Но был у нас один период в нашей карьере, когда действительно мы попали в эти ситуации. И причем мы попали на них две рыбалки подряд. Первая рыбалка у нас была в высокополе. Соревнования, по-моему, были в 2014 году. Закрытие сезона. Мы тогда попали на дамбу, в пятый вроде бы перспективный сектор, но вся дамба в тот раз осталась с нулем. Кроме одного сектора, который поймал рыбу на 2 кг. Что бы мы там ни делали, ни старались, там рыбу мы так и не смогли приманить. Но тогда у нас еще была не такая большая рыболовная практика и можно было бы сделать там исхождение на этот момент. Далее, после этой рыбалки мы решили поехать закрыть сезон и поехали во Львово на какой-то там фестиваль. Погода была уже минусовая и мы тоже 3 дня там просидели с нулем. Конечно же, такая ситуация деморализует. Что сказать? Две рыбалки, ты с нулем, хочется все бросить и завязать с карпишем и так далее. Кто-то так скажет, но не мы. Для нас это был определенный толчок. Это было завершение сезона, вот две такие рыбалки с нулем и просидели, мы поняли, что нужно что-то кардинально менять. И начали мы кардинально менять с того, что просто стали больше изучать вообще процесс ловки. То есть, если раньше мы понимали, что вот мы как-то ловим и это приносит определенный результат. Но когда мы попали в ситуацию, когда мы делаем все то же самое, но это не приносит результат, мы не были готовы к тому, что же нужно поменять в своей тактике, чтобы все-таки долгожданные поклевки получить. И вот мы долго изучали процесс зимними вечерами за чашечкой чая и пришли к тому, что теперь мы, слава богу, не знаем, что такое рыбалки с нулями. Поэтому наш совет. То есть рыбалки с нулями бывают, но не нужно к ним относиться как к какому-то фактору, который все там говорит о том, что надо завершать рыбалку. Нужно искать во всех этих рыбалках плюсов. Искать то, с помощью чего вы сможете изменить свою тактику, изменить свой подход к рыбалке, изменить логистику, например, пересмотреть свою программу питания, да, что-то добавить, какие-то новые ингредиенты, которых вы раньше не добавляли. Экспериментируйте и рыбалки с нулями не будут вас происходить. Очень интересный вопрос от Андрея Макарова. Я считаю, что он весьма актуальный и он достаточно непростой. Здравствуйте, как вы думаете, действительно ли так безопасны безбородые крышки, как о них говорят? Слышал, что все идет к тому, что хотят их сделать обязательными на многих спортивных соревнованиях. Как вы к этому относитесь и применяете ли вы их? Если и да, то в каких ситуациях заранее спасибо. Андрей, спасибо за ваш вопрос. Он действительно очень интересный. Скажу так, что на данный момент в нашей практике, как спортивной, так и обычной рыболовной, мы не используем безбородые крючки. Но вы все правильно заметили, что действительно все идет к тому, что, возможно, в скором времени эти крючки будут использоваться повсеместно. В этом году я был на рыбалке в Таиланде, и там ловля вроде этих огромных рыб, она осуществляется только на безбородые крючки. И скажу наперед, что ни одного схода на безбородые крючки мы не получили. То есть мы клавили крупную рыбу, 40-45 кг, но ни одного схода по причине того, что у нас там крючок выпал как-то из губы или разогнулся, у нас не было. Давайте теперь поговорим же о том, чем вообще они хороши, чем плохи, какие бывают мифы на этот счет. То есть первый миф, который все думают, о том, что этот крючок очень просто выпадает из губы во время вываживания. Я считаю, что это миф. Если вы опытный рыбалов, если вы умеете грамотно выкачивать рыбу, когда с ней у вас установлен полный контакт, когда вы держите леску всегда в натяжении, вы грамотно владеете фрикционом, отрабатываете удилищем, то вы сход из-за того, что у вас на безбородок крючок никогда не получите. Что касается безопасности. Конечно же, эти крючки более безопасны, потому что когда вы вытаскиваете именно крючок из губы, он никак не травмирует рыбу. Ну а теперь самое главное. В чем же плюс вообще этих безбородок крючков? Зачем их нам использовать? Засекаемость у безбородок крючков намного лучше. У вас нет того самой бороздки, которая препятствует проникновению крючка в жало. То есть засечка получается наилучшая. У вас есть только жало и только оно просекает рыбу. А дальше уже все зависит от вашей техники вываживания. Если вы и владеете совершенствами, то безбородок крючки – это отличный вариант для того, чтобы получить максимальное количество поклёвок. Ну то есть подведем итог. Если вы опытный карпятник, то есть резон переходить на безбородые крючки, так как они увеличат нам количество поклёвок. Я думаю, что да. Если умеем работать с рыбой на вывожу. Да, я думаю, что однозначно можно пробовать. То есть приобрести, например, одну пачку, не ставить на все четыре удилища, поставить просто на одно или два удилища и посмотреть вообще реакцию. Может окажется действительно так, что на безбородые крючки рыба будет чаще клевать, и это будет говорить о том, что засекаемость на них намного лучше. Ну а новичкам, наверное, все-таки пока лучше использовать. Да, новичкам мы бы рекомендовали пока брать крючки с бородкой. Они нивелируют как раз, возможно, те ошибки, которые могут допускать начинающие карпятники. Так, отлично. Давайте-ка пойдем дальше. И вопрос от Евгения. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какая кормовая программа, по вашему мнению, лучшая на диких водоемах? Я имею в виду водоемы, на которых, скорее всего, никто никогда не ловил набойлы. Зная ситуации, когда местные рыбаки утверждают, что здесь карпа нет, а карпятники умудряются ловить экземпляры 5+. Как в кратчайшие сроки понять водоем? Предварительный закон? Вопрос. Ловля только на зерновые? Вопрос. Уменьшенное количество аромы? Вопрос. Заранее благодарен Евгений. Евгений, спасибо за вопрос. Наперед скажу, что мы не можем себя на данный момент причислить к каким-то специалистам по дикой ловле. Но мы часто ловим на водоемах. В этом году у нас были такие водоемы, которые из диких превратились в спортивные. Буквально год назад этот водоем был дикий, и рыба там обитала дикой, и в какое-то время он превратился в спортивные. И, конечно же, есть определенные нюансы, которые мы для себя лично вычислили, которые нужно использовать на вот таких вот водоемах диких. Первое – это, конечно же, ароматика, то есть арома. Ее нужно использовать по минимуму. Если на спортивном водоеме, например, насадки можно диповать, долго вымачивать в дипе, чтобы придать яркий акцент, то на диких водоемах мы бы, наоборот, рекомендовали насадки вымачивать в воде. Тем самым рыба не будет пугаться насадку и более охотно к ней подойдет, чем к насадке, которая задипована. В принципе, вы можете задиповать, кинуть ее, но момент поклевки во времени растянется, увеличится, скажем так, и вы просто можете дольше сдать рыбу. Второй момент – это зерновые. Все правильно вы говорите, спрашиваете, зерновые, конечно же, использовать нужно. Это, естественно, и пища карпа, и зерновые вначале нужно подавать очень активно. То есть, если мы начинаем ловлю, то вначале зерна нужно подавать больше, добавлять его активно, причем не только кукурузу, но пшено, кукурузу, какие-то еще, канаполю, например, активно использовать. А к середине рыбалки, подходя к концу, уже это количество сокращать, добавлять больше бойлов, пелеса, чтобы рыба уже начинала привыкать к бойлам. И так как мы ловим на бойл, охотно брать насадку. Третий момент, на который тоже стоит обратить внимание – это использование в насадке кукурузы. То есть, можно использовать сваренную кукурузу, кукурузу из банок или даже пластиковую кукурузу, но это лучший вариант для получения первоначальных поклевов. Можно использовать как комбинацию с кукурузином, из трех, например, либо использовать как подбивку к бойлу. Это вариант, который очень хорошо должен работать на диких водоемах. Немножко там пару моментов, скажем, о таксике, на что стоит обратить внимание. Первый момент – это нужно пробовать, помимо того, что ловить рыбу в пятне, ловить ее на больших подходах, на очень дальних, даже там 20-25 метров. Потому что рыба на диких водоемах, она может быть крайне осторожна, и вы можете собрать в пятне, например, какую-то крупную рыбу, может быть, даже бель, но большая рыба, она не будет рисковать подходить в такое активное место, она может ходить патрулировать по кругу. И вот в этих местах как раз есть большая вероятность поймать как раз вашего трофея. На что еще стоит обратить внимание? Это периодичность прикармливания. То есть, если на спортивных водоемах рыба, например, она уже привыкшая к спомбам и можно бомбить без остановки с большими, с короткими паузами, то на диких водоемах нужно стараться делать очень большие окна той самой тишины. То есть, если вы возите в завоз, это вообще отличный вариант. Вы вообще не шумите, старайтесь над своей точкой, пускайте оснастку и так далее. Если вы ловите при помощи, там, кормите при помощи спомба, то старайтесь накормить побольше вначале, например, точечно, но сделать большое окно, например, целый день. Подкидывать прикормку только с помощью кобры, а на ночь опять закормить. Если вы будете много там махать спомбу, после каждой поклевки делать еще там два спомба, то можно рыбу распугать. Смотрите, анализируйте активность. Ну и самое главное, конечно же, это терпение. При ловле трофея нужно обладать на диких водоемах определенной долей терпения, потому что все мы знаем, что можно просидеть трое суток, но на четвертые сутки поймать самую долгожданную руку. Поэтому терпение вам, вот такие вот небольшие советы, которые, возможно, вам помогут при ловле на диких водоемах, да и не только на диких, а на спортивных тоже. Так, идем далее. Александра спрашивает, короткий вопрос, добрый вечер, какие ножницы посоветуете взять? Ножницы. Хороший вопрос. Мы пробовали большим количеством ножниц разных. Fox, Corda, Tasca, ESP. Вот эти четыре ножницы, которые мы точно пробовали. Если вам нужны универсальные ножницы, которые точно подойдут для всего и будут самими острыми, мы бы рекомендовали ножницы от компании ESP. Это они показали себя как наилучший вариант по работе как с обычными лесками, так и по работе с поводковыми материалами. Но сейчас на рынок вышли интересные ножницы от компании Tasca, если я не ошибаюсь. Они керамические. Они стоят, конечно, недешево, но то, что мы попробовали, потестировали, действительно нас порадовало. Они действительно очень острые, они не тупятся. Это свойственно всем, по принципу, керамическим ножницам и ножам. Вот. Но они не так просты, например, у них не такой простой ход у этих ножниц. Вот. Но, тем не менее, они очень острые. Вот. Поэтому лучше вообще иметь несколько ножниц. То есть, если вы работаете только с поводковыми материалами, используя только ESP. Если вы режете какие-то грубые материалы, там, даже пластик бывает иногда, там какой-то хочется разрезать поскорее что-нибудь, то лучше обзавестись какими-то простыми ножницами. Да, можно там, ну там, корда, например, или Таск или вообще какие-то ножницы в канцелярии купить. Но использовать их по назначению для поводковых используя только ESP, чтобы ни в коем случае их не тупить. Да, у меня есть одно дополнение. Например, вот у нас двое ножниц ESP. Одним мы режем только мягкие поводковые материалы, а вторые ножницы используем для монолесок и так далее. Но надо сказать, что монолески достаточно быстро тупят ножницы, поэтому те ножницы, которые вы отвели себе для мягких материалов, ничего другого ими резать не нужно. Поддерживаю коллегу. Да, только мягкие материалы. Тогда они прослужат вам достаточно долго. Да. Так, идем дальше, вопрос от человека, которого зовут Добрый День. Добрый День, это наш частый гость нашей рубрики. Спасибо. В общем, зовут его Добрый День, а вопрос его спрашивает. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, можно ли делать комбинацию с тонущего бойла сладкого и поп-ап? Рыбный запах будет ли результат? Вообще, ответ на этот вопрос очень прост. В карпишинге нет ничего запрещенного. Комбинировать можно что угодно, с чем угодно. Это касается не только насадок, но и прикормок. Если говорить конкретно про этот вопрос, можно ли рыбный с фургтовым? Однозначно да, и мы сами часто прибегаем к этой тактике. В основном акцент тонущего делается, например, на фруктовом, а поп-ап не сильно, скажем так, влияет на поклевку, но если, например, есть у вас в арсенале рыбный поп-ап белого цвета, то спокойно можно попить тонущий бойл. Поэтому ответ наш – да, можем делать так. Отлично. Итак, следующий вопрос задает Анатолий. «Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким узлом нужно вязать комбинированный поводок?» Пробовал Allbright, при затягивании флюор начинает ползти и развязываться узел. Смотрите, мы, как правило, используем два узла, и все зависит от тех материалов, которые вы связываете, от их разрывной нагрузки. Первый узел, который мы используем – это двойной гринер, а второй узел – это узел Allbright. Самое сложное при вязании поводков – это как правильно вы его затягиваете. Можно связать по инструкции все верно, но когда вы начинаете затягивать, все у вас тут расползается. Тут важно не торопиться, все аккуратненько, виток к витку сделать и затягивать потихонечку, чтобы узел начинал схватываться и не портил вам ваши материалы, будь то флюоры, будь то мягкий материал. У нас на сайте есть рубрика специально, где мы описываем узлы, как их применять, в каких ситуациях, поэтому заходите, читайте. На вопрос комбинированного поводка мы ответили. Два узла – Allbright и двойной гринер. Так, вот еще один очень интересный вопрос, он тут очень длинный, но суть вопроса такова. Как вы подбираете размер крючка к размеру насадки? Хороший вопрос, на самом деле. И я, как я помню, сам начинал рыбачить, в принципе, тоже не понимал, вот какой крючок к какому бойлу. Есть, в принципе, определенная таблица, которой можно пользоваться, да, и там, в принципе, написано соотношение размера бойла к размеру крючка. Но на что хочется, ну, хочется обратить внимание в первую очередь. То есть, стандартные насадки, на которые, в принципе, ловят все, это либо там 14-15 мм, либо 20 мм. Так вот, для насадки 14-15 мм мы бы рекомендовали использовать шестые крючки, для насадки 20 мм – четвертые крючки. Но, даже если вы ловите на только насадки 14 мм, то вначале резонно поставить всегда шестой крючок. Чем это хорошо? Тем, что шестой крючок, он, во-первых, меньше размера и менее заметен для рыбы. Во-вторых, этот крючок легче. Легче, чем четвертый размер, и рыбе более просто его всосать себе в губу, в полость рта. Вот. Поэтому ловить лучше начинать с шестых крючков. Если вы видите, что у вас, в принципе, динамика положительная, исходов нет, то шестой крючок оставляйте смело. Скажу так, что все свои большие рыбы, самые крупные бигфиши, мы поймали именно на крючки шестого размера. Четвертый крючок резонно ставить, когда вы, например, получаете какие-то сходы. То есть, у вас, например, активный клев идет, но сходы, как в процессе поклевки или вываживания начинаются сходы. Тогда ставите лучше четвертый крючок. Ночью смело можно ставить, в принципе, тоже крючок четвертого размера. Потому что он уже будет не так заметен в воде. В принципе, засечка на него будет тоже хорошая. Ну, а если у вас, например, клев просто отличный, свим кипит от рыбы, вы забрасываете и тут же получается поклевку, то смело можно ставить уже четвертый размер. Потому что он, конечно, на вываживание, засекаемость он лучше будет держать рыбу. Поэтому вот так. А вот, Эдуард, вы пропустили вопрос. Интересно, я вижу. Антон Ерохин спрашивает, пускаете ли вы рыбу? Ну, знаете, ситуации бывают разные. Да, вот пожарить рыбку, закоптить, классно. Да, это мы всегда готовы были, но уже это не для нас. Мы однажды ездили с вами на рыбалку, помните, давно это было дело, купили коптильню, но ничего мы там с вами так и не закоптили. Так, это коптильня у нас пыли. Если коптильня кому-то нужна, мы готовы ее продать. Коптильня у нас пылится. Ну, а если говорить серьезно, то, конечно же, мы сейчас придерживаемся 100% принципа поймал-отпустим. В принципе, даже кассиры, которые мы воем. Как говорит моя жена, посмотрел ей в глаза и уже взять ее нет никакой возможности. Да, мы должны беречь природу, наши дети должны что-то возить тоже. Поэтому берегите рыбу, отпускайте ее, и она облагорит вас. Просто сам процесс вот отпускания, он какой-то на самом деле завораживающий. Сейчас, если абстрагироваться от того, что рыба не останется, там забирают, не забирают, это как бы момент второй. Но вот сам процесс выпускания рыбы обратно в водоем, он очень такой приятный для меня. Да. Если один раз попробуете, это будет с вами навсегда. В общем, вот такая вот рубрика. Мы ее будем обязательно продолжать. Это было только начало. С вами была команда Car2Day. До новых встреч. Всем пока. Всем привет. Отлично.